Телеканал КРТ представляет. Тренд в этом вопросе попыталась задать именно Германия. Впрочем, началось все, как водится в подобных случаях, с выражения коллективной позиции. 28 июля на сайте Совета Европы появилось сообщение о том, что эта структура приняла пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге. В ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, принятого Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года. Как значится в заявлении Совета Европы, цитата, Упомянутые меры включают коррекцию политики в отношении предоставления убежища, миграции и проживания, а также визовой политики, введение ограничений на эксперт специального чувствительного оборудования и технологий для конечного использования в Гонконге, коррекция стипендиальных программ и программ академического обмена с участием студентов и университетов Гонконга, усиление поддержки гражданского общества, коррекцию действия соглашений об экстрадиции государств-членов ЕС и других соответствующих соглашений с Гонконгом. На последний пункт прошу обратить особое внимание, так как в дальнейшем именно он вызвал, если не конфликт, то, по крайней мере, существенные разногласия Германии с КНР. 31 июля стало известно о том, что Германия приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом. Как пишет издание Deutsche Welle, данный шаг был вызван решением этого специального административного района Китая отложить на год выборы в законодательный совет, намеченные на 6 сентября. По мнению министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, недопуск к выборам десятка оппозиционных кандидатов, а также перенос сроков голосования являются, цитата, очередным посягательством на права граждан Гонконга. Он подчеркнул, что Германия неоднократно ясно давала понять, что ожидает от Китая выполнения своих обязательств в рамках международного права. Даже эта официальная, выверенная формулировка выглядит как вполне однозначный выбор Германии стороны в нарастающем противостоянии между США и Китаем. Впрочем, на уровне частных мнений немецкие чиновники пошли еще дальше. Вот, например, что пишет в своей статье для издания Der Spiegel министр по вопросам Европы в МИД Германии Михаэль Ротт, цитата. Но Китай также является нашим системным конкурентом и проводит все более агрессивную, наступательную политику, в том числе и в отношении Европы. Маскирующая дипломатия Пекина в сочетании с кампанией дезинформации в разгар коронакризиса – это только один из примеров. Руководство авторитарного однопартийного государства не упускает возможности вбить клин между членами ЕС и ослабить их. Узнаете смысловые оттенки? Тут вам и упоминания тоталитарной однопартийной системы, и обвинения в дезинформации относительно коронавируса. Некоторые тезисы статьи немецкого министра словно списаны с недавней антикитайской речи госсекретаря США Майкла Помпео в библиотеке Ричарда Никсона и выступлений его шефа Дональда Трампа, именующего вирус не иначе, как китайским. Далее Михаил Ротт пишет о том, что Европе необходимо срочно предпринять более активные действия по отношению к Китаю. По его мнению, в этом вопросе давно назрела последовательная политика командной Европы. Ротт назвал это приоритетом председательство Германии в Совете ЕС. По мнению министра, Евросоюз должен действовать более уверенно в отношении Китая и говорить с ним одним голосом. «Если мы не объединимся, не отстоим свои ценности и интересы с помощью консолидации сил внутри ЕС, мы не будем производить впечатления в Пекине», – заключает Михаил Ротт. В переводе с дипломатического языка это означает призыв ко всем странам-членам ЕС сплотиться вокруг Германии в ее политике по осуждению Китая за так называемое нарушение прав человека в Гонконге. По сути, это означает, что официальный Берлин настроен поддерживать сторону Вашингтона в американо-китайском противостоянии и намерен склонить к этому остальные страны ЕС, на которые у него есть влияние. Разумеется, китайцы не могли проигнорировать столь явные выпады немецкой стороны. Их реакция не заставила себя долго ждать. Вот как описывает ее все тот же Дэр Шпигель, цитата, «Китай с раздражением отреагировал на приостановку Германии соглашения об экстрадиции с Гонконгом». «В заявлении китайского посольства в Берлине в субботу Германия была обвинена в серьезном нарушении международного права и серьезном вмешательстве во внутренние дела Китая. Мы решительно отвергаем это и оставляем за собой право реагировать дальше», – заявили китайцы. Заявление Хайко Мааса о том, что перенос выборов в Гонконге нарушает права человека и ущемляет свободу, представители Пекина называют ошибочным. В Германии тем временем нарастает антикитайская информационная кампания. Так, на прошлой неделе председатель комитета по правам человека Бундестага Гайд Йенсен призвал правительство Германии и ЕС поддержать демократическое движение в Гонконге. Давление на Китай должно быть значительно увеличено, если в ситуации с Гонконгом что-то изменится в сторону ухудшения. Избранный Германией путь поддержки Соединенных Штатов в их противостоянии с Китаем явно не способствует усилению международной субъектности Евросоюза. По мере того, как США теряют влияние на международной арене и уходят из целого ряда регионов, ослабляя свое присутствие в том числе и в Европе, ЕС под предводительством Германии и Франции мог бы стать одним из сильнейших региональных игроков. На протяжении нескольких предшествующих лет европейскими лидерами высказывались различные идеи, направленные на укрепление суверенитета Евросоюза и ослабление его зависимости от США. В частности, руководители Германии и Франции заявляли о возможности создания объединенных вооруженных сил Европы. В вопросах внешней политики подходы Берлина с Парижем с одной стороны и Вашингтона с другой также в последнее время часто разнились. Иранская ядерная сделка – яркий тому пример. Однако нынешняя антикитайская риторика Германии и ее конкретные действия, направленные против Пекина, толкают ЕС в сторону еще большей зависимости от Соединенных Штатов. Выбирая американскую сторону в новой холодной войне, европейские лидеры могут обречь себя на монопольный диктат Вашингтона в вопросе внедрения новых технологий, как это уже произошло в Британии, которую вынудили отказаться от дешевого и качественного китайского 5G в пользу дорогого американского, исходя из соображений национальной безопасности. Не исключено, что со временем американцы потребуют от Евросоюза присоединиться к торговой войне с Китаем. В общем, лучше бы Европе не ввязываться в это глобальное противостояние, тем более на американской стороне.